добрый вечер дорогие друзья добрый вечер ребята сегодня у нас по плану по нашему графику школа школа я ее назвал по применению продукта холдинга альфа вид ну на мой взгляд вообще что касается продукта что касается правильного его преподнесения что касается отношения к нему это практически фундаментальные базовые отношения это практически то что необходимо каждому дистрибьютору потому что только полюбив наш продукт только действительно оценив его ценность поняв можно построить потрясающий перспективнейший бизнес с альфа вид ну сегодня мы эту школу проведем с вами вдвоем я михаил шпилевский сеньор менеджер холдинга альфа вита и директор по развитию региональных потребительских структур холдинга и еще очень интересный человек человек который здесь проживает в астрахани лидер астрахани очень интересная личность действительно потрясающий человек и мы сегодня будем иметь возможность познакомиться послушать его это ирлан байгулица ну будем начинать нашу с вами школу как я уже сказал в основе нашего бизнеса как собственно говоря любого бизнеса лежит продукт ребята продукт наш просто потрясающе основа каждой формулы это особая неповторимая секретная проприетарная как говорят на западе в америке смесь созданная по рецептурам аюрведы каждая наша форму она просто уникальна продукты усиливают действие всех препаратов при совместном приеме 3 в 7 раз как минимум продукты не взаимодействуют в том числе с лекарствами и ближайшие 15-20 лет мы считаем повторить это будет практически невозможно а вот в приватной беседе с нашим производителем американской линейки вита самбая пилар мартин она говорит говорила что подобный продукт практически будет невозможно создать никогда ребята мы единственные кто будет иметь этот продукт у себя в руках всегда это и другой тот который мы захотим нам всегда будет амбая пилар готова сделать то что мы хотим то что вы пожелаем а теперь давайте мы немножечко с вами представим все что происходит вокруг нас с позиции бизнеса все касается продукта представим с позиции бизнеса согласитесь кстати подавляющее большинство у кого я здесь вижу вот в комнате сегодня это люди которых интересует не только вопросы здоровья поддержания восстановления продвения жизни а интересуют еще и возможности дохода возможности заработка в конечном итоге пассивный доход то есть бизнес ребята надо нам учиться уже учиться сейчас разговаривая с нашими клиентами с нашим общением с людьми в нашем общении говорится говорить о продукте с позиции бизнеса нам же ведь хочется общаться и строить бизнес с теми кто осознает что действительно вот здоровье поддерживать здоровье профилактировать намного дешевле лучше чем допускать хронические болезни а теперь внимание ребята продукты альфа вита сегодня не имеют конкуренции в индустрии велнес на мировом рынке и я говорю раз полная ответственность мы в свое время изучали мониторили рынок и сейчас продолжаем его мониторить с руководством компании я знаю точно что подобной продукции в основе которой лежат лежат рецептуры аюрведы и все то о чем мы сегодня будем говорить в мире не существует при том обилии биологически активных добавок витамины минералы витамины минеральных комплексов которые есть в разных компаниях в том числе и в сетевых компаниях рядом с нашим продуктом сегодня поставить просто нечего ну не с чем конкурировать и мы дальше будем смотреть почему то чем мы отличаемся на рынке почему действительно мы сегодня вне конкуренции а это согласитесь позиции бизнеса вселяет огромную уверенность перспективе возможности преуспеть возможности действительно зарабатывать серьезные доходы возможности создать так называемый пассивный доход у нас в руках сегодня ребята то что было известно еще и древним людям древним цивилизациям то что сегодня приоткрыто точнее приоткрыто было в начале 80-х годов прошлого столетия то что востребовано сегодня арки востребованы и то что имеет твердую и надежную перспективу в ближайшем и не только в ближайшем будущее я глубоко верю я уверен что мы с вами россияне казахстанцы киргизстанцы белорусы армяне вот именно вот мы представители жители стран и аэс способны сыграть и сыграем решающую роль в изменении генетического фонда человека человечества и заметить как бы это не звучало пафосно на самом деле это так и я в это глубоко верю если туда еще есть в комнате кто верит вместе со мной у кого есть такая уверенность я попрошу вас ну откликайтесь дайте знать поставки плюсики чтобы я понял что я не един чтобы вместе что мы понимаем что у нас в руках действительно древние люди знали что у человека есть не только спасибо ребята спасибо не только физическое тело но и как они говорили светящие сегодня мы назвал это ауры тонкие тела там чакры и так далее и так далее а древние люди они знали об этом и называли второе одно физическое другое светящие и они знали что для повышения производства гормона и для их эффективного действия необходимо кормить питать оба тела еще очень интересный момент мы с вами сегодня развиваем совершенно новое направление в индустрии волны называется нюринс коммуникация то есть в чем суть ну это нейропластика не не нейросвязи на уровне световых волн общение между клетками нейронами сегодня очень популярна сегодня очень модно сегодня очень актуальны всевозможные методики физические духовные методики которые позволяют человеку практически перепрограммировать свой мозг дать другие установки скрыть свои вот потенциал свой да по и внутренние резервы внутренние силы то есть измениться измениться для того чтобы можно было в этой жизни достичь чего сегодня очень много мы знаем этих методик этих школ и так далее так вот ребята все эти процессы процессы переград перепрограммирования процессы вот постановки установок а они все связаны обязательно с огромным потоком энергии извне есть огромное необходимость чтобы вот организм человека вот эти потоки вселенские потоки энергетические потоки вселенной были увеличены в десятки в сотни и тысячи даже раз наш продукт как раз таки способен обеспечивать и обеспечивает высокую проводимость нейронов и поток мощнейшей энергии в клетку действительно благодаря вот тем компонентам которые входят в состав наших продуктов в частности благородные металлы металлы платиновые группы в монатонном состоянии вот наш человеческий организм то есть энергоинформационная матрица организма человека способна сонастроиться с энергоинформационной матрицей вселенной то есть гармонию войти находиться в гармонии с вселенской энергией и это очень важно я подчеркиваю мы сегодня одни практически на рынке кто продвигает подобную продукцию обладающую вот этим потрясающими свойствами сверх супер проводимостью мощными потоками проходящими через организм человека и все это благодаря технологиям по которым наш продукт создан и технология орми она подразумевает как раз таки вот наличие монатонного золота благородных металлов металлов платиновой группой потому что изначально их свойства это сверх проводим именно благодаря наличию монатонного состояния вот металлов платиновой группы монатонного золота мы как раз таки вот даем возможность практически пройти через наш организм одномоментно одномоментно подчеркиваю мощнейшие потоки энергии в десятки в сотки и в тысячи раз мощнее чем в обычной жизни с точки зрения древних людей и с точки зрения вообще вот тех кто занимался и занимается аюрведа болезнь это не есть нечто только физическое болезнь или недомогание это блокировка и разбалансировка на всех уровнях вибраций организма на уровне вибраций духа на уровне вибраций то есть волн интеллекта и на уровне вибраций физического тела и это еще не все состав нашего продукта входит еще одна уникальная вещь еще одна уникальная составляющая это гуминовые и фульвокислоты мы сегодня даем людям даем миру жидкую форму гуминовых и фульвокислот все живое сегодня состоит из того же набора элементов в нашем составе гуминовых и фульвокислот содержится 84 минерала 17 аминокислот а 11 витаминов то есть это мощнейший состав это великолепное питание это супер питание изысканное питание для наших и дифференцированных и в том числе и стволовых клеток но что было понятно что такое гуминовые и фульвокислоты это собственно говоря органика ну скажем пальма это неважно органика которая прошла полный цикл распада сотни тысяч лет находясь совершенно в изолированном пространстве то есть полностью живым от солнечных лучей от фиолетовых лучей от воздуха от кислорода и вот в этом пространстве этот полный цикл распада и вот все что в мельчайшие частички вот эти гуминовые фульвокислоты это есть то что впитывается нашей клеткой мгновенно это стройматериальчики это то из чего мы состоим и они не требуют дополнительные затраты энергии организма чтобы их усвоила клеточка на этом слайде мы видим действительно у нас продукт который сегодня работает на трех уровнях пирамида здоровья мы работаем на уровне физического состояния физических вибраций на уровне интеллектуального состояния то есть интеллектуальных вибраций вибрации нашего осознания нашего нашей памяти нашего осознания короче и на уровне духовных вибраций то есть вот эта пирамида на этой пирамиде показано именно это если брать вот первую сторону да где нарисована нарисованы органы и системы есть 16 основных органов и систем так вот наши продукты работают одновременно на все основные 16 органов и систем нашего организма на уровне клетки на уровне днк и слушайтесь обратите внимание каждый наш продукт в отдельности каждый наш в отдельности продукт и все вместе продукты взятые вместе они так работают работают сразу на каждую клетку каждого органа и системы нашего организма поэтому принимая нашу продукцию наши продукты надо обращать внимание на состояние всего организма образно говоря от кончика до кончика то есть важно отслеживать те ту динамику те изменения которые проходят каждой клетке в каждом органе каждая система причем в режиме реального времени наш продукт еще чем хорош что еще с точки зрения бизнеса дает нам уверенность в перспективности нашего продукта смотрите наши продукты все и каждые в отдельности подчеркиваю они одновременно работают на многих рынках практически на всех рынках индустрии wellness связанными с дополнительным питанием рынок дополнительного питания организма понятно рынок омоложения организма понятно потому что взять допустим один только наш монооксид виллер перцетин если его систематически длительное время принимать то человек может продлить свою жизнь на 15-20 лет и это доказано доказано в частности в лаборатории бансвит американская лаборатория и не только если взять ребенок детского питания однозначно понятно что наш продукт нужен каждому ребенку находящемуся еще в утробе у мам если рынок спортивное питание однозначно тоже ясно что это нужно каждому человеку кто занимается спортом особенно серьезным спортом потому что мы понимаем что тех люди которые занимаются профессиональным спортом они практически инвалиды а тем более вот через недавним скандалом с этим мельдонием а мы понимаем что сегодня как тяжело сегодня вообще людям которые себя связали с профессиональным спортом их практически пичкают им практически насаждают вот эти все вредные ненужные убийственные в общем препараты ради того чтобы только выжить весь потенциал из данного организма ну а через эти годы практически это человек никому уже лучше не нужен спорту не нужен а по сути является инвалидом рынок похудения обалденные возможности нашего продукта на этом рынке что касается похудения коррекции фигуры и еще один рынок рынок биоэнергетических технологий вот на этом рынке не работает ни один препарат ни один препарат существующий сегодня в мире в любой компании в том числе сетевой много разных аппаратов воздействующих магнитами там и ретрополями там и так далее а вот что касается препаратов таких продуктов практически вот этом как раз и кроется инновационная ценность всей продукции на всей продукции холдинга альфавита вот на этом слайде вы видите все не все вы видите пока пять продуктов здесь которые у нас есть на сегодняшний день и линейку венейчер да то есть линейка косметическая у нас сейчас есть еще три новых препаратов есть два препарата от амбай и пилар мартин это серебро жидкое серебро с монатом и золотом и так далее и так далее есть магнезиум то же самое и есть флавомарин это от нашего российского производителя дескадина герлера ребята во всех наших продуктах содержатся и гуминовые кислоты и благородные металлы и металлы платиновой группы в монатомном состоянии и содержится на стабилизированный кислород это все то что действительно работает целиком на весь организм на каждую клетку независимо от того какие отклонения от нормы или уже какие хронические заболевания есть у того или иного человека я сегодня не буду подробно рассказывать что входит туда в продукт каждый продукт я не буду говорить при каких каких моментах что целесообразнее когда чего что принимать я вам скажу одну вещь всю продукцию нужно принимать исходя из ощущения комфорта исходя из может быть даже интуиции собственно говоря всю продукцию нужно иметь открытой и пользоваться этим продуктом если говорить о профилактике о поддержании и о продлении состояния здоровья то нужно пользоваться всеми продуктами не то что от строго только двумя какими то какое-то определенное время но опять же надо четко понимать что наша жизнь организм человека он живет по определенным биологическим циклам вот я предохищаю вопросы что касается скажем дозировок принять и так далее сколько принимать и каких там я не знаю заболеваниях каких отклонениях от нормы ребята надо принимать этот продукт исходя из ощущения комфорта организма мы чуть позже будем говорить о тех кто уже страдает хроническими болезнями а если говорить о тех кто профилактирует свой организм кто хочет жить долго и при этом быть здоровым то надо иметь весь продукт и надо им пользоваться постоянно периодически да то одним то другим потому что вопросы профилактики они не подразумевают никаких в общем то остановок никаких перерывов согласны со мной у нас потрясающий продукт и мы уже многие успели его оценить по достоинству для себя в своей жизни своей повседневной жизни ребята еще вот если вы обратили внимание у нас у меня на каждом слайде написано вверху мы не лечим болезнь мы отслеживаем динамику признаков здоровья и в этом кроется глубинный смысл занимаясь бизнесом ну как можно представить занимаясь бизнесом по продвижению продукции для здоровья для сохранения продления здоровья как можно представить себя лекарем как можно представить человеком который берется лечить ведь мы же знаем для того чтобы иметь право лечить нужно дать клятву гиппократу во первых а во вторых для этого нужно шесть лет отучиться в узи еще три-четыре года потом потом еще практика под надзором под патронажем в общем то своего куратора короче да вот только потом можно работать уже с людьми назначая им какие-то препараты и леча и вы никогда разве кто-то вот из нас из вас но я вам честно скажу я испытывал все время такой дискомфорт когда только начинал свой бизнес именно в индустрии wellness и работа начал работать с лекарствами а я испытывал дискомфорт вроде бы я не врач а с другой стороны люди приходят к людей спрашивают ну вылечен уж так не как мне решить ту или иную болезнь и вы знаете я велся на эти вещи я пытался помочь решить ту или иную проблему этому человеку не имеем это никакого морального права и от этого чувствовал дискомфорт это потом со временем я понял что я не лечу людей это потом я понял что если человеку нужен нужно лечение если у него есть хроническая болезнь ему нужно уже к врачу а я могу помочь ему действительно поддержать иммунную систему укрепить изнутри образно говоря я могу помочь ему придать профилактировать укрепить его иммунную систему и в этот момент организм сам справиться с любой проблемой которая в нем есть мы не имеем права на превращение человека в пациента с кем мы общаемся на пассивного наблюдателя пунктуально исполняющего наши предписания заметьте и не несущего никакой ответственности за собственное здоровье то есть практически когда приходит человек к тебе к нам и говорит слушай у меня вот есть болезнь помоги назначь порекомендую посоветуй в этом случае он полностью себя снимает ответственность за свое здоровье он набрасывает на вас а вы от этого испытываете дискомфорт более того я вам скажу что мы не можем решить вопрос да никто не может из людей решить вопрос полного выздоровления вы исцеление гарантии точнее дать полного исцеления того или иного человека потому что для того чтобы быть здоровым в идеале нужно жить образно говоря по законам божьим нужно жить с открытым сердцем и помогать людям и быть полезным людям тот с кем вы общаетесь за короткое время вы не можете определить узнать как он живет что он исповедует как он относится к людям и вообще какое его отношение к жизни насколько он позитивен насколько он действительно стремится и есть счастливый поэтому и обещать этого не надо наша задача рассказать о возможности о шансе любая болезнь любое его недуг для человека это есть испытание свыше это есть или испытание или наказание и если он решил наказать и забрать то ничего не поможет а если это испытание то нужно дать возможность этому человеку самому принять решение свой сделать выбор и возможно этот шанс для него будет счастливый и я знаю что многим людям наш продукт помог в том числе и решить многие хранительские болезни но выбор его ответственность его я помогаю единственное что я обещаю человеку с кем общаюсь клиенту заметьте не пациенту это то что я буду рядом с ним все это время пока он будет принимать в аюрведе ребята есть такое понятие признаки здоровья и вот согласно аюрведе этих признаков здоровья 15 я не буду подробно останавливаться глубоко на каждом из этих признаков это мы отдельно на школе будем рассматривать будем рассматривать как их отслеживать и так далее в какой периодичности ну и так далее в какой совокупности я просто перечислю первый признак это хорошее пищеварение хорошее пищеварение это прежде всего Наличие внутренней энергии. Ну, энергии огня, если хотите, если ориентироваться на понятие аэроветы. То есть, хорошее пищеварение свидетельствует о том, что организм здоров. Второй пункт. Появление голода в должное время и хороший аппетит. Пять лет, боже мой, пять часов в принципе должно быть, ну, минимум между приемами пищи и аппетит должен быть хороший, богатырский, настоящий. Третий признак. Сон. То есть, когда вы засыпаете, только легли спать, сразу засыпаете. Или когда встаете с постели, когда вы просыпаетесь, то есть, вы выспались, вы отдохнувшись, и вас не клонят опять полежать, поваляться, понежиться и так далее. Следующий пункт. Вы не храпите. То есть, отсутствие храпа. Оказывается, храп тоже говорит о том, что у человека есть заболевания, есть проблемы. Причем, ни в одном, ни с одним каким-то органом, ни в одном органе, а вообще во многих органах и системах нашего организма. Следующий. Нормальное функционирование пяти, всех пяти органов чувства. Врение, слух, обоняние, вкус, осязание. Вы наверняка сталкивались с людьми, которые, ну, с возрастом, а может не с возрастом, под воздействием каких-то внешних факторов, или плохо, какие-то проблемы с обонянием, ну, со зрением, понятно, со слухом, да, и так далее. Следующий признак здоровья. Это нормальное мочеиспускание. Ну, следующее. Нормальная дикитация. То есть, сто лет по маленькому, по большому. Следующий пункт. Нормальное фотоотделение. Все выделения должны вовремя удаляться из тела регулярно и в нужном количестве. Десятый признак здоровья. Это спокойствие ума, умиротворение, доброта, благожелательность всем живым существам. Одиннадцатое. Сохранение природной силы работоспособности. Двенадцатое. Сохранение иммунитета. То есть, человек болеет редко или вообще не болеет. Тринадцатое. Сохранение естественного цвета кода. Четырнадцатое. Хорошая память. И пятнадцатое. Желание жить, наличие цели в жизни. Вот, ребята, вот все эти признаки здоровья, заметьте, человек, каждый человек, каждый, подчеркиваю, каждый из вас, и я в том числе, мы их ощущаем в режиме реального времени. То есть, у нас, обратите внимание, каждый день на день не похож. И более того, в течение дня у нас меняется и настроение, у нас меняются, я не знаю, и состояние, и энергетика. Нам то хочется кушать, то хочется спать. То есть, мы постоянно ощущаем в режиме онлайн вот эти признаки здоровья. Я вам скажу так, что признаки здоровья ощущает даже тот человек, которому уже, ну вот, буквально там минуты до того, как его туда заберут. Он тоже испытывает признаки здоровья. Когда к нему подходит, скажем, внук, или сын, или родственник, он проявляет что? Любовь, доброту. Он о чем-то может быть думать, касаясь каких-то целей. То есть, смотрите, у него тоже присутствуют признаки здоровья. Но они у него слабенькие. Но они у него краткосрочные. Но они у него редкие. Потому что ему уже уходить. Каждый человек испытывает постоянно, ощущает точнее, признаки здоровья. И вот когда мы начинаем пользоваться нашим продуктом, то мы вот эти признаки здоровья, мы их ощущаем ярче, четче, длиннее, чаще. И вот когда мы разговариваем с человеком, первый раз с клиентом, да, смотрите, о чем мы разговариваем. Мы с ним разговариваем, касаясь вот признаков здоровья. Мы выясняем, когда уже контакт какой-то найден, когда человека интересует действительно здоровье. Мы начинаем ему задавать вопросы, касаемые признакам здоровья. Он нам что-то отвечает. Но мы как профессионалы по 10 раз задаем один и тот же вопрос, только по-разному. Потому что нам нужен материал. Нам нужно понимать, с кем мы имеем дело. Нам нужно осознать, чем мы ему можем помочь и чем мы ему поможем. Потому что, опять же, в соответствии с правильным ведением клиента, вы первые 3, 72 часа, то есть трое суток, обязаны. Вы же сказали, что вы будете рядом с ним. Вы обязаны с ним созвониться, связаться и поговорить. Вы должны увидеть сами, что у него есть динамика в признаках изменений, в улучшении признаков здоровья. И вы должны акцентировать его внимание вот на этих изменениях, на этой динамике. И тогда у него появляется уверенность в том, что это классный продукт. А мы точно знаем, что наша продукция, наши продукты работают практически с первых приемов. И тому масса примеров. С первых дней, с первых недель люди, принимающие наш продукт, ощущают динамику изменений признаков здоровья. Мы должны вселить эту веру, убежденность в том, с кем мы общаемся. И тогда у него хватит терпения, ответственности, мужества, я не знаю, чтобы принимать этот продукт, ну, в соответствии с какими-то биологическими циклами. Скажем, 4-5-6 месяцев. И тогда, ребята, даже медицинские анализы обязательно покажут то, чего не видно невооруженным взглядом в течение первой, второй, третьей, четвертой недели. Покажут те изменения, ту динамику, которая произошла у этого клиента, у этого человека вот за эти 4-5-6 месяцев. И когда вот человек, пройдя такой биологический цикл, увидя, почувствовав изменения, задокументированные даже анализами медицинскими, ребята, этот человек будет относиться к вам с особым доверием. Он проникнут будет, он будет уже убежден в том, что классный продукт вы ему предложили. И он никуда от вас не уйдет. Через 4-5 месяцев он навеки ваш. Но только важно грамотно этого человека провести вот по вот этому пути оздоровления. Ну а теперь еще один момент, что касается бизнеса. Каждый из нас, каждый из дистрибьюторов, каждый из партнеров должен иметь свою, слушайтесь внимательно, историю здоровья. Это не есть результаты по продукту. Это не есть история болезни, которую ведут врачи в поликлиниках. Это история здоровья. И эта история здоровья, она будет писаться всю жизнь, начиная с первого дня приема продукта. Почему? Потому что признаки здоровья вы будете ощущать в режиме реального времени. И уже через неделю, через две, через три, тот человек, который очень внимательно относится к своему здоровью и чувствует вот эти изменения, способен их, на них акцентировать внимание, более того, может быть записать дневнички. Мы с этим человеком через три, четыре недели мы четко определимся, какая динамика началась в его, в каких конкретно органах началась динамика. Потому что все, что записано, вот эти ощущения, там может быть 80% это случайно, но 20% день за днем нарисуют нам картинку, картинку вот этих изменений в плане улучшения здоровья. Там могут быть даже какие-то, как мы говорим, обостряющие моменты, это не важно. Потому что любой обостряющий момент, он только лишь говорит о том, что организм борется. Самое главное понять, что каждый из нас, каждый из нас должен иметь, обязан иметь инструмент в руках под названием «Моя история здоровья». Некоторые дистрибутеры, некоторые партнеры, ну да, конечно, не в нашей компании, понятное дело, говорят, а что я буду писать, о чем я буду говорить, ну если я пришел, ничего не болело, и сейчас ничего не болит, то что я буду писать? Теперь вы понимаете, что нужно писать? Теперь вы понимаете, что такое история здоровья? Это не результат по здоровью, связанный с симптомами болезни. Это не история болезни, в которой фиксируются диагнозы, которые определяет врач. Это история вашей динамики, ваших ощущений, признаков здоровья, улучшения вот этих ощущений, признаков здоровья. Эту историю здоровья должен иметь каждый. Сейчас я вам приведу несколько таких историй под названием «Истории здоровья». Так вот, смотрите, вот история, одна из историй здоровья уже здесь, в Астрахани. Иванов Алексей, 6 лет, город Астрах, примерно с октября 2016 года. Кстати, обратите внимание, я буду сейчас читать, а вы, пожалуйста, обратите внимание, вот как раз таки посмотрите со стороны, с того ракурса, о котором мы говорили, с ракурса признаков здоровья. Обратите внимание, все, которые, я буду читать, истории здоровья, они все вот в этом ракурсе. Обратите внимание, какие ощущения у вас появятся после того, когда я прочту, вы услышите эти истории здоровья. А я, опережая события, скажу, что у вас у каждого будет такое вдохновение, вдохновение, радость за вот эти изменения. И наоборот, когда же, допустим, я, или многие люди, скажем, слушают историю болезни, они все, наоборот, обмекают, им становится грустно, а порой и неприятно. Но я вам скажу честно, я вообще не люблю слушать диагнозы, я вообще не люблю, чтобы рассказывать о симптомах, я очень мытельно и близко принимаю все в себе. Поэтому, кто как-то начинается, я стараюсь уйти. И я знаю, что этих людей много. И это неграмотно, это неправильно говорить именно о болезнях, именно о симптомах. Послушайте с ракурса признаков здоровья, истории здоровья отдельных людей. Итак, Иванов Алексей Шест, город Астров. Примерно с октября 2016 года начали проявляться частые простудные заболевания. Храп по ночам, остановки дыхания, склонность к запорам, в туалет ходил один раз в четыре дни, отсутствие аппетита, снижение слуха с обеих сторон. Последние месяцы эти признаки стали усиливаться. Врачи констатировали аденоиды четвертой степени, кондуктивная тугоукать первой-торой степени и предложили операцию. Случайно узнали о продукции Альфавита. Решили приобрести и пользоваться. Первые две недели принимали битазиолайд по 4 капли 6 раз в день и монооксид по 1 мерной ложке 6 раз в день. Далее 4 месяца битазиолайд по 4 капли 3 раза в день и монооксид по 1 мерной ложке 3 раза в день. Первые два месяца принимали совместно с другими терапевтическими препаратами. В течение первых двух недель храб перешел в сопение. Ушли остановки дыхания, улучшился аппетит. С третьего месяца исчезло сопение. Мама стала проверять дышит или не дышит по ночам. К концу четвертого месяца нормализовался стул. Один раз в день. После 4 месяцев тугоухость 1-2 степени, 1-4 степени прошли полностью. Организм или слух полностью восстановился. Слышимость шепотной речи с 6 метров. В настоящее время принимаем монооксид, витамин, витаминерал каждый день в профилактических дозировках. Спасибо такому эффективному продукту. Спасибо холдингу Альфа-Вита за помощь. Следующий результат. Седушева Елена, 56 лет, город Алматы. В последнее время постоянно ощущала синдром хронической усталости. Проблемы с суставами не давали покоя. Утром кое-как заставляла себя вставать с постели. Сопровождали частые депрессии. Меня мало что интересовало вокруг. Мешали жить всевозможные внутренние страхи. По любому поводу. А мне так хотелось быть полной сил и энергии. Выглядеть по-спортивному. Продукт Альфа-Вита сильно привлек мое внимание. Я решила, это мой шаг. Начала принимать Витазиолайд в профилактических дозировках. Три раза в день по 7-8 капель за 15-20 минут. Буквально на третий день появились энергия и бодрость. Я ощутила прилив сил. Я почувствовала и поняла, что продукт работает сразу. Через месяц подключила монолокс. Принимала также профилактические дозировки по одной мерной ложке. Три раза в день за 15-20 минут. На третий месяц появились обостряющие моменты костно-суставной системы. Но меня успокоили, что так может быть. Но не длительно. Через три месяца у меня многое в организме поменялось в лучшую сторону. Суставы стали более подвижными. Боли почти прекратились. Я почувствовала легкость. Захотелось жить и творить. Спасибо потрясающим продуктам и его создателям. Истренная благодарность холдингу Альфа Витера. Следующий результат. Байгуисова Санья, 59 лет, город Астракт. На протяжении нескольких десятков лет испытывала систематические и длительные головные боли. Периодически повторяющиеся, ноющие болевые ощущения в шейном суставе, пояснице и в суставах ног. На момент знакомства с продуктом Альфа Вита, в январе 2016 года, была заложенность горла, уха и носа. После первого же приема одной верной ложки моноокции, через 20-25 минут, на удивление, сразу прошла головная боль. Через полчаса перед сном приняла Вита Зелать. Семь капель на стакан воды. Утром почувствовала себя непривычно, легко и бодро. Встала с постели быстро, что было для меня удивительно. Заложенность горла, уха и носа прошла. Ощущалась легкость и очищение кишечника. И так до обеда. Чувствовалась энергия в теле. Это было для меня неожиданно приятно. Я тут же заключила контракт и приобрела Вита Зелать и монооксид. Через месяц подключила к употреблению витавитамин и витаминерал. В течение последующих 9 месяцев постоянно принимала эти продукты в профилактических дизировках. В настоящее время головные боли прошли вообще. Болевые ощущения в шейном суставе, в пояснице и ногах проявляются крайне редко и недлительнее. Нормализовался сон. Стало более спокойной, терпеливее, уравновешеннее и сосредоточеннее. Мысли более упорядочены. Повысились концентрация сознания и ответственность в словах. Постоянно, энергично и активно. Везде успеваю и многим помогаю. Замечательный проект. Хочется жить и творить. Спасибо холдингу Альфа Вита. Еще одна история здоровья. Дмитрий Квасов, 30 лет, город Минеральные воды, Россия. Служил в горячей точке. Получил контузию и ранения. При переливании крови в медсанбате занесли вирус гепатита С. После демберизации резко похудел. Внешне осунулся. Вес составлял около 48 кг при росте 170 см. Сидел на строжайшей диете. Морально очень тяжело переносил все это. Угасал на глазах. Часто пребывал в жуткой депрессии. На протяжении 10 месяцев принимал моноокси и витазиолайф в профилактических дозировках. Изменения потрясающие. Болезнь не только перестала прогрессировать, но и появились изменения в лучшую сторону. Во-первых, я изменился морально. Во-вторых, я поправился и стал весить 65 кг. В-третьих, билирубин пришел в норму и понизился белок в крови. В моче исчезли хлопья и повысилась ее прозрачность. Я опять начал заниматься спортом. В доме опять зазвучал смех и веселье. Мало того, в мае у нас родился долгожданный малыш. Спасибо продукту. Спасибо холдингу Альфа Вит. Ну как вам, ребята, результаты? Не результаты, а истории. Как вам истории здоровья? А? Вот потрясающая история, ребята. Потрясающая история здоровья. Почитайте, послушайте. Горьков Ефрем Никифорович. 91 год. Город Ярослав. Ярослав, боже мой, Астрахань. В детском и юношеском возрасте тяжело физически работать. Во время Великой Отечественной войны трудился в клубе, в деревне. Обучался в ФЗО, работал на оборонном заводе, обеспечивая фронт снарядами. В конце 1944 года был призван в Красную арку. Не являлся приверженцем здорового образа жизни, имел ряд редких привычек. В молодости и более зрелом возрасте периодически турил, злоупотреблял алкоголем. Наследственных заболеваний не было, отличался крепким иммунитетом. Однако с возрастом, к 60-65 годам, признаки здоровья стали ослабевать. Стала беспокоить паховая грыжа, полученная в результате тяжелого физического труда. Появились проблемы в коленно-суставной системе, в костно-суставной системе. На протяжении последних 25 лет 6 переломов, в том числе перелом шейки гидра. Ухудшилось зрение в результате катаракты, перенес операцию по удалению хрусталика в обоих глазах. Стабильно ухудшался слух, появился шум в голове. Результат неоднократных сотрясений мозга. В последние годы им все чаще беспокоила бессонница. Рассеянность, забывчивость. Все валилось из рук в буквальном смысле. Появились необоснованные внутренние страхи, тревожное беспокойство. Мучил гастрит, постоянная изжога после приема пищи. Заявлял о себе заработанный в молодости простатит, который из хронического перерос в аденово-пристательные железы. Дважды приходилось ставить КТ. Вопрос стоял об операции. Но, слава Богу, все обошлось. Хотя резии на протяжении многих лет возобновляли. Мучили запоры один раз в 3-4 дня. Беспокоил сахарный диабет. Уровень сахара в крови достигал 15 дней. С февраля 2016 года начал принимать моноокси вместе с витазиолайтом в профилактических дозировках. С первых дней ощущалось легкое покалывание в костях и суставах. Особенно в местах старых переломок. Стали реже запоры. Уменьшились рези в мочевом канале. Стал реже просыпаться по ночам, чтобы сходить в туалет. Через 2 месяца начал принимать витокислород по 3-4 капли на стакан воды одновременно с моноокси. Заметно снизился уровень сахара в крови с 15 единиц до 8 единиц. Наблюдалось улучшение слуха. Реже стали мучить изжога и запоры. Сейчас может есть, может позволить себе любую пищу. Как жирную, так и сладкую. Паховая грыжа практически затянула. Улучшился аппетит. Много двигается. Торгуя на рынке, каждый день ходит пешком туда и обратно. Каждый день туда и обратно. Торгуя на 3 километра просыпается в 8 часов утра с хорошим настроением, которого хватает на целый день. Бессонница практически не мучает. Перестал храпеть. Вместо храпа во сне поет. Стал лучше различать запахи. То же самое касается вкусовых ощущений. Стал чаще потеть. Все реже чувствуется усталость. Забыл, что такое простуды. Улучшилась память. Помнит не только события своей молодости, но и легко находит свои предметы и вещи в доме. Последние 2 месяца подключил витамин и витаминерал. Принимает по 5-6 капель на стакан воды. Полон оптимизма. Стремится прожить больше 100 лет. Спасибо продукту. Спасибо Альфа Вит. Как вам результат, ребята? Я когда об этом узнал от Николая Горькова, партнера Холдинга. Я был и в восторге, и в шоке. Я не знаю. И вот такое смешанное чувство меня посетило. Потому что это действительно потрясающий пример. Такого даже представить себе не мог. Какова история здоровья? Как она вдохновляет? Согласитесь. Еще одна история. Так, Саульжан, 2004 года. Жанна Озень. Последние лет 5 меня не покидало ощущение затрудненного дыхания. Наблюдалась одышка. Беспокоили головные боли. Часто впадало в состояние депрессии. Я постоянно находилась в состоянии стресса. И как результат у меня стали подозревать серьезные заболевания. Приобрела продукты компании Альфа Вита. Витазиолайк, Моноокси и Вита Кислород. Начала принимать Витазиолайк по 7 капель 3 раза в день. Моноокси по 1 ложке 3 раза в день. Витазиолайк по 5 капель 3 раза в день. На следующий же день приема одышка стала беспокоить меня реже. Поднялось настроение. Появилась надежда на оздоровление всего организма. Практически прошли страхи перед возможными заболеваниями. Прошла неделя. Чувствую прилив дополнительной энергии. Появилась какая-то уверенность в том, что я способна победить любое заболевание. Нет внутреннего страха. Я уверен в себе и с уверенностью смотрю в будущее. Буду принимать продукцию Альфа Вита, как рекомендовали мне партнеры Колдинг. Большое спасибо продукту и Альфа Вит. Как результаты, ребята? Не результаты, точнее. А как истории. Как истории здоровья. Согласитесь, вот такая история, она действительно является прекрасным, потрясающим инструментом в нашем с вами бизнесе. Когда мы такую историю приводим, пример нашему пациенту, у него происходит то же самое в груди, я не знаю, в организме, что происходило только что сейчас с вами. Водушевление, вдохновение. И, кстати, у нас таких примеров очень и очень много. Вы можете почитать на Ютубе и на наших сайтах истории здоровья других дистрибутов, других людей. Вы можете почитать мою историю. Она действительно потрясающая история. Моя история. Она потрясающая, потому что это моя история, прежде всего. Она для меня очень важная, очень главная. А какая история у нас потрясающая у Шакира Заирова. И она тоже описана. И описана именно с позиции оздоровления. Хотя у него очень серьезное заболевание было. А какая потрясающая история у Сергея Ардельяна и у многих, у многих других. Читайте чаще. Смотрите, учитесь. Учитесь и составьте. Сделайте этот инструмент как можно раньше в своем бизнесе. Он будет верой и правдой служить вам на протяжении всего вашего бизнеса. Всего времени, в котором вы будете находиться в своем бизнесе. Ребята, мы не лечим болезни. Мы отслеживаем динамику признаков здоровья. А когда укрепляется иммунитет, а он работает более эффективно в каждой клетке организма. Причем одновременно. Одновременно он не работает избирателем. А когда он начинает работать в каждой клетке, он работает и в том числе с теми отклонениями, с теми хроническими заболеваниями, которые уже есть в этом организме. А медицинские анализы обязательно покажут эту динамику через определенный биологический цикл. Важно только провести этого клиента, не пациента, клиента. Вот определенное время, определенный биологический цикл. Ну, 4-6 месяцев. А чтобы он шел с уверенностью, он должен чувствовать и знать, и быть убежденным, что есть классная динамика в его улучшении признаков его здоровья. Когда же иммунитет укрепится достаточно, то хронические заболевания уходят. Это происходит иногда совместно с применением медикаментальной терапии. И я вам скажу одну вещь. Лечить, то есть отслеживать заболевание имеет право только врач. Я сейчас, пользуясь случаем, хочу вот с радостью, гордостью представить вам удивительного человека. Представить вам человека, который здесь в Астрахани является лидером холдинга. Человек, который с первого месяца, с февраля 2016 года... Мало того, это удивительный человек, потому что он является врачом и не просто врачом. Он сегодня, я не знаю, у сотен семей, 5, 6, 7, не знаю, сколько сотен семей является семейным врачом. А по профессии он лор, детский лор-врач. И вы знаете, я с гордостью опять могу отметить, что здесь в Астрахани за этот год, за вот прошедший 16 и 17 год, отработана потрясающая, фантастическая практика работы с нашим продуктом. Потому что этим занимается практикующий врач. Тот врач, который каждый день сидит на приемах, у которого каждый день несколько десятков пациентов приходят к нему. Я с гордостью могу сказать, с радостью, с воодушевлением хочу сказать. Что благодаря усилиям Ивана Бойгуисова, мы сегодня в Астрахани, вот знаете, отобрали, протестировали группу людей, которые на сегодняшний день являются клиентами холдинга Альфавита. Их сотни, несколько сотен, ну, несколько и несколько, но больше сотни. И вот в этот раз, когда я приехал, мне было относительно легче, легко. Потому что моя задача в том, чтобы вот из этих уже клиентов, не пациентов, уже отобрали, отобрали. Клиентированный объект. И мы с Ирланом работаем в этом плане нелегко успешно. И я сейчас с огромной радостью хочу предоставить вот слово Ирлану Бойгуису. Он вам немножко поделится своими наработками, своей практикой. Как он понимает вообще продукты Альфавита в своей практике и вообще в практике лечебной. И чего он достиг, чего постиг, чего наработал за этот год. Послушайте. Дорогие друзья, вот Михаил тут все рассказал. Я бы после того, как его слов, конечно, сложно что-то такое сказать сверх того, что он сказал. Да, это продукция, которая не имеет себя аналогов. Да, это продукция, с помощью которой я практикурующий врач спокойно могу лечить практически все лоргоболеватели. Да, если бы у меня на предельном месте со мной, например, сидел Михаил, был бы намного легче. Потому что я бы, например, назначал, а он каждому телу бы рассказывал, что именно как это действует. Как он сказал, что несколько десятков человек, да, правильно говоришь, что несколько десятков человек. То есть у меня большой прием, соответственно, времени у меня бывает очень мало. Очень мало времени, но, естественно, приходится все очень в короткой форме все это произносить, но доносить и направлять их просто чаще всего к интернету, чтобы они познакомились в основном через интернет. Да, есть такая печальная вещь, которая называется статистика. Из десяти человек, только один человек начинает верить в свои силы, начинает заниматься своими детками. Народ у нас как был, так и остается в прежней своей стезе. То есть он привык верить антибиотикам. Продолжает все это. Все равно их путь заканчивается нашей Альфа-Витой. Но Альфа-Вит, это... Вот то, что он написал в правом офисе. Все это понятно. Для меня это необходимо. Сейчас, одну секундочку. Нас слышно вообще, нет? Звук пропадает. Сейчас слышно вообще? Хорошо слышно? Ребята, скажите, как слышно? Слышно, нет? Звук пропадает. Сейчас меня слышно. Ну кто-нибудь отзовитесь, слышно или не слышно? Да, 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 алло. Ребята, у меня к вам большая просьба. Если меня слышно хорошо, нажмите, пожалуйста, крестик. Раз, два, три. Слышно или не слышно? Я не пойму, меня слышно? Ребята, ответьте, пожалуйста. Меня слышно? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Слышно, слышно, слышно. А, ну все, 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 все. Спасибо, ребята, спасибо. Хорошо, тогда продолжим. Хорошо. С помощью вашей. Семейный врач. Лечу серию врач. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 То есть, то, что рекламируется, закапывал кизин, или еще какое-то сосудосуживающее средство не все остановилось, все это неправда. То есть, оно может быть что-то, какие-то сосудосуживающие капельки, может быть, и что-то уменьшает, но это какой-то временный эффект. А наши препараты, они полностью восстанавливают обоняние. За счет чего? Опять же, за счет того, что очищается лимфоидная система. Очищается лимфоидная система, восстанавливается функция организма. Так, что? А были вот такие, в практике такие? За короткое время, за определенное время, не подалось лечить. Такие случаи тоже были. Это случай была подагра. Были у меня случаи подагры, которые спокойно вылечивались. А был у меня один случай, мужчина 60 с лишним лет. Он при течении приема трех месяцев и приема практически всей линейки наших продукции, у него не произошло положительных сдвигов. Ну, не произошло в каком отношении? То есть, у него есть поле. Да, он по признаку здоровья и улучшения, там, стал спать, все дела. Но то, что его беспокоило, поле в наград, из-за которых он может намереть. Сколько он принимал, сколько он принимал для этого? Он принимал в течение трех с лишним месяцев. Ну, вот такая вещь. Ну, он надеется, что при дальнейшем приеме все остальные, то, что его беспокоит, все это отойдет. Да, то есть, конкретно сказать, это было моноокси или витазиолайф, то есть, в обоих случаях у меня был прием того и другого препарата, были аллергические приемы. Аллергия была, в одном случае была крапивница, вылезла. В другом случае это был отек. То есть, будьте, пожалуйста, внимательны, смотрите, если вдруг у кого-то что-то возникает, пусть сразу же убирает продукцию. И продукция, аллергия, это вещь индивидуальная. Она может быть на что угодно и на кого угодно. То есть, бывают аллергические реакции даже на человека. Человек на человека. То есть, сказать стопроцентно, что наша продукция безаллергенна, этого не может быть. Так что, имейте в виду, что все-таки это возможно. Это я вам просто говорю аккуратно, потому что эти случаи, эти были, когда чисто монотерапия, когда терапия проводилась только нашими препаратами, без приема других препаратов. Но при всем при этом, очень много у меня случаев аллергии, аллергии, которые, пищевая аллергия, пульцевая аллергия, которые мы с помощью наших препаратов, я спокойно их убирал. То есть, эту аллергию мы снимали. Ну, а чисто индивидуально, да, говорю, оно может быть, что у кого-то это может случиться. Еще такой вопрос. А вот такие случаи, что касается не только детишек, да, а вот что касается взрослых людей. Вот, касаемо направления лор, были такие моменты, когда взрослый человек принимал продукт и полностью уходил от медикаментозной терапии и проходили заболевания? Да, в этом отношении никаких проблем нет. Все, что имеется в отношении к лор-органам, кроме единственного вопроса, есть, да, есть, которая, есть болезнь, это сенсионевральная толгоухость, которая возрастная. То есть, если берем хронические гаймориты, хронические тонзилиты, хронические фаренгиты, то есть, все, что связано и все эти болезни, все это абсолютно свободно сначала с другими терапевтическими препаратами, а затем уже без терапевтических препаратов, без физиопроцедур. В дальнейшем мы все это дело полностью уходили с этих диагнозов, то есть, снимали полностью диагнозы. То есть, поскольку я лор-рач детский, я не только детский, я принимаю и взрослых, и детей. И, то есть, это ответственно заявляю, что диагноз был снят полностью. Это, во-первых. Во-вторых, да, говорю, был, есть, сухарный угол, увы, да, мы не можем вылить. Но, при всем при этом, мы все остальное организма купируем полностью. За счет этого эти люди себя чувствуют намного-намного комфортнее. Спасибо. Ирлан, а еще такой вопрос. Вот много ли в окружении врачей, в твоем окружении врачей, которые, ну, скажем, приемлют твою идею, твою философию, и в данный момент находятся с тобой в структуре, то есть, работают с БАДами. Вот, 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 интересно, какая статистика у тебя? Увы, Михаил, да, это вопрос очень такой ощутимный. Хотелось бы, очень хотелось бы, врачи, с кем он надо будет, вести себя. Работать, но, увы, увы, и еще раз увы. Врачи, это либо закостенелые у них костяк старой медицины, которые не хотят отходить, во-первых, от традиционной медицины, а, во-вторых, есть у нас так называемые стандарты медицинской помощи. То есть, благодаря этим стандартам врачу вообще запрещено чем-то другим пользоваться. Да, конечно, мы все ходим по лезвию бритвы, честно говоря. То есть, я не имею права ни рекламировать, ни назначать никаких препаратов. Я имею в виду никаких препаратов, кроме того, что мне положено назначать по стандартам. Но я всегда предлагаю им, то есть, назначая одно традиционное лечение, я всегда дополнительно предлагаю, что есть еще альтернативный вариант. То есть, и при этом я объясняю, что наши препараты, это восточный метод лечения. То есть, это, я думаю, вы со мной согласитесь. Чем отличается западный метод, то есть, это традиционная медицина, когда мы лечим всех антибиотиками, всеми симптоматическими средствами, сосудистыми и всеми остальными другими препаратами, когда мы убираем отдельные симптомы. И убираем, например, наших микробов и других водителей. И другое дело, когда мы лечим нашими препаратами. То есть, когда мы лечим нашими препаратами, мы полностью очищаем наш организм. То есть, мы не лечим какую-то конкретную болезнь, мы лечим организм. И при том, лечим не просто на уровне клеток, мы лечим на уровне энергетики. За счет того, что мы лечим энергетически, у нас проходит все на высшем уровне. Потому что, когда проходит не только клеточное, а именно энергетическое восстановление организма, то есть, восстанавливается аура человека, автоматически проходит вся болезнь. Так, что еще можно бы подсказать по болезням? Ну вот, какую бы рекомендацию, Ирлан, ты бы дал бы дистрибьюторам, которые не являются врачами. Вот, что касается относительно врачей. Есть ли смысл, строя бизнес, прежде всего, искать вот именно либо самых больных, которые уже вот-вот-вот на грани, или же искать, прежде всего, врачей, потому что они врачи. Вот твое мнение. Если вы найдете врачей, которые будут с вами работать, это кладезь. То есть, это люди, которые, во-первых, знают саму медицину. То есть, если человек этим делом увлечется, то проблем нету. Это очень-очень-очень хорошие люди. Это люди, которые смотрят на будущее. Люди, которые заботятся о здоровье своих пациентов. А не просто о том, чтобы отработать свои 86 часов свои, получить свою зарплату и забыть про них. Ну, а насчет наших товарищей, которые хотят лечить болезни, я вам скажу, что в болезни лечить вам не надо. Вы должны, как говорил Михаил, заниматься только признаками здоровья. А лучше всего, вот база для того, чтобы признаками здоровья, это витазиолайт и монооксин. То есть, эти два препарата в профилактических дозах, они постепенно выводят любую болезнь. То есть, начинайте всегда только с этих препаратов. Всегда. Это вы никогда не ошибетесь. Это будет для вас самый-самый супер. Спасибо большое. Ну вот, сегодня мы провели такую первую школу. Вот, понятно, что она, ну, где-то, может быть, технически немножко у нас со сбоями, да, была. Но согласитесь, что намерение и мысль хорошая. Правда? Ну, а раз так, мы будем и дальше практиковать подобные мероприятия с участием наших врачей. Тех врачей, которые знают, знают хорошо наш продукт и в то же время являются врачами. И, ну, а заканчивая вот нашу сегодняшнюю встречу, я хочу прежде всего пожелать каждому, каждому, так, какие есть наработки по аденоидам, да? Сейчас, сейчас... Есть наработки, вот, кстати, историю болезни одну я прочитал. Вам, да? Вот, то есть посмотрите внимательно и таких наработок по аденоидам, в частности, у Ирлана Галямыча, их много. Вот, я, конечно же, понимаю, что важно их описать. Мы будем потихоньку, помаленьку, в общем-то, давать вот эти истории здоровья с решением каких-то, может быть, хронических болезней. Будем давать и дальше. Моя цель сегодня, наша цель сегодня, с Ирлана заключалась именно в том, чтобы сакцентировать ваше внимание на правильном ракурсе, на правильном подходе к бизнесу, говоря о продукте. То есть наш продукт является потрясающим, великолепным, уникальным инструментом в нашем бизнесе. И, завершая нашу сегодняшнюю встречу, я хочу пожелать всем вам, мы, как Ирлана, пожелать всем вам счастья, здоровья, радости, удачи, больших доходов, больших чеков, хороших дружных команд. Ну, и всего-всего хорошего, чего вы сами себе пожелаете. Спасибо всем за внимание. До следующей встречи. Будьте хорошим.